Авангард и революционные изменения Московский режиссер Александр Шейн представил на встречах с самарскими зрителями два фильма об истории российского искусства. Первый – документальное кино «Тимур Новиков. Объект номер ноль» о советском авангарде 80-х годов, в том числе о творческой группе «Новые художники». В нее входили многие известные персоны, в том числе ударник группы кино Густав Гурьянов. Главным принципом группы был поиск нового, и она резко не вписывалась в цензурные реалии СССР. Художники создавали экспериментальную музыку, картины, делали акции и перфомансы. Время работы группы совпало с последним периодом жизни СССР. Культурные тектонические сдвиги, которые изменили всю территорию, весь ландшафт. Мне очень интересен 20-й век и все те переплетения, схитросплетения через историю искусств, которые с нами произошли. Александр Шейн говорит, что российский авангард привлек его тем, что расцвет этого течения часто приходился на переломные моменты истории, например, биография поэта-футуриста. Картина «Маяковский» — внешний и внутренний портрет поэта того, как он менялся во время творческой карьеры и сдвигов советской идеологической системы. От человека, создающего будущее, к человеку, чьи ожидания и слова все меньше совпадают с происходящим вокруг. Режиссер говорит, это даже не рассказ о самом «Маяковском», а о собирательном образе творца. Хотите, буду безукоризненно нежный. Не мужчина, а облако в штанах. Сейчас любопытное время, время перемен, можно сказать, потому что сейчас в воздухе витает в том числе поднимаемая тема футуристами, тема движения. Я вот, например, очень люблю его творчество. И сейчас, может быть, молодежь все-таки возвращается к истокам. Ну, и сейчас многое советское как бы возрождается. Сейчас режиссер создает восьмисерийную картину об одиночестве. Именно оно, на его взгляд, будет леет мотивом будущего. Александр Шугаев, Семен Безгинов, Дмитрий Мешканцов. События. Субтитры создавал DimaTorzok